В общем, тема сегодняшнего доклада — это обзор библиотеки Boost Compute, который является рапером для OpenCL. Вот такая вот примерная архитектура. У нас первая часть — это Boost Compone. Видно мой курсор или нет. Потом у нас идет вот это все. Идет у нас рапера над OpenCL, то есть IP выглядит примерно как STL-библиотека. Можно использовать лямбы и лямбды и так далее. Но это мы рассмотрим чуть дальше. И OpenCL — это библиотека, которая позволяет выполнять код на CPU, на процессоры и на FPGA. В данном примере мы будем рассматривать только на видеокарте, потому что это более интересно. Все примеры, которые будут в этом презентации, они выполнялись на Linux. Компилятор был GTC 9.1. И небольшая говорка, то что параллельные STL-алгоритмы были реализованы Intel-библиотекой. И CPU — это Intel i7, 12 потоков. И видеокарта NVIDIA 1600. Мы смотрим обычный такой Hello World. Мы подключаем библиотеку BoostCompone и вызываем в выведе информацию о девайсе. И, как видно, мы получаем информацию о названии видеокарты и на какой платформе это реализовано. Внутри этого всего вызывалось OpenCL. Если, например, сравнить примерно такой код и OpenCL, то он будет намного меньше. Я, конечно, не очень силен в OpenCL, но это был слайд с презентацией автора этой библиотеки. И я думаю, он абсолютно прав, что это намного упрощает работу за OpenCL. Также в этой библиотеке были реализованы алгоритмы. Большинство напоминает алгоритмы, которые у нас есть в STL. Но были еще добавлены такие, как CopyAsync, IllAsync — это асинхронное выполнение. И были добавлены некоторые алгоритмы, у которых проведение такое самое, как и C++17. И были добавлены алгоритмы. Но на каждом алгоритме остановиться, я думаю, не стоит. Можно более детально посмотреть реализацию. И вот эти алгоритмы, они собой представляют конкретную реализацию для OpenCL. То есть, например, у вас есть какой-то алгоритм, типа там Reduce, и мы передаем вектор, как в обычном STL-алгоритме. А уже внутри это все реализовано с помощью OpenCL. Также в этой библиотеке есть контейнеры, которые позволяют хранить данные в памяти видеокарты. Ну и есть Vector, String, Array — это все всем знакомые. И также вот эта библиотека предоставляет в раперы над ошибками. То есть, там OpenCL проверяет по, типа там, коду, который возвращается. Но это все сделано с помощью exception, и можно использовать как из C++. И, например, вот этот exception вызывается тогда, когда не настроено OpenCL, либо OpenCL не нашло никаких девайсов. То есть, например, там неправильно установлено драйвера или что-то типа такого. И, например, там я вот несколько раз сталкивался с этой ошибкой. Это какие-то внутри неправильно что-то выполнить или скопили вас. Следующим примером мы там рассмотрим, когда это возникает. И также есть фраперы над другими OpenCL объектами, такие как там, которые позволяют работать типа Z с картинками. Ну, там есть OpenCL, имидж 2D, 3D, charred memory, ратомные итерации по числу и итерации по объектам. Более детально можно рассмотреть документацию, но мы посмотрим такие более простые примеры. И, возвращаясь к алгоритмам, рассмотрим, какой все-таки есть перформанс между CPU и видеокартой. Есть простенький пример. У нас есть вектор на 160 миллионов элементов. Мы его заполняем случайными числами и пытаемся отсрессировать с помощью стандартных алгоритмов в параллельном выполнении. Это заняло где-то 10 тысяч миллисекунд. Потом мы берем тот же самый вектор и уже пытаемся с помощью библиотеки Boost Compute ассертировать на видеокарте. Это заняло 1 тысячу миллисекунд. Но, так как я говорил, есть там стандартные векторы, которые хранятся в памяти видеокарты, то мы берем тот же самый вектор, копируем его в память видеокарты и пытаемся его отсрессировать. То есть перформанс там 400 миллисекунд. То есть намного существенная разница. Но, я думаю, вряд ли кому-то там приходят такие большие объекты сортировать. Как правило, на видеокарте выполняются какие-то алгоритмы. И я попытался сделать такой самый простенький алгоритм. Это у нас есть точка, точка, которая представляет себя RGB. И попытаемся ее инвертировать эти цвета. То есть самый простой элемент, просто снимаем 255. И у нас есть вектор с точками. Это примерно как там 10 фотографий, 12-миапиксельные 10 фотографий. Ну, я так случайно взял, например. И пытаемся нацепу ассортировать. Ой, каждую пиксель его инвертировать. И это заняло где-то 178 миллисекунд. Но теперь, чтобы сделать это все на видеокарте, нам нужно описать наши типы и наши функции, которые я сейчас и буду делать. Для того, чтобы описать нашу структуру, мы используем macros Boost Compute Adaptstruct. Мы передаем название нашей структуры, название структуры, которое будет использоваться, ну, название, которое будет использоваться в OpenCL и перечисляем члены класса. И также мы добавляем свою функцию, которая это все будет выполнять. Это мы используем function Boost Compute, function, мы передаем указанный возвращающий тип, название функции, аргументы и само тело функции. Вот это все, оно представляется как строка, которая потом компиливается для OpenCL. И там такой код, он более такой C-подобный. Я более подробно сейчас расскажу, какие есть нюансы. Но когда мы вызываем вот эту функцию, Boost Compute Function, мы и указываем название функции, мы по вот этой названии функции можем как раз использовать в нашем алгоритме. И вот уже довольно существенная разница в перфоменции. Так как я говорил, что это типа строка, вот нужно указывать такие, но есть такая особенность, то что если мы воздействительно пишем какую-то там фигню, то компилятор вообще скомпиливать без проблем. Но на рантайме, когда вот это все тело пытается скомпилироваться для OpenCL, то возвращается вот такой вот exception. И вот как раз тот exception, который я упоминал вначале. Как вот это тело функции происходит, как делится в OpenCL. Сейчас рассмотрим более подробно. Я надеюсь, это достаточно четко видно, потому что эта картинка, я был неверен на то, что сумма запустится на Linux, но ладно. В общем, внутри, когда вызываем тот макрос, вызывается вот такая, это внутри все буста, вызывается вот эта функция build with source, и вызывается OpenCL функция, которая продается в этой строке source string. и если это все про димачи, то мы вот как раз сначала этой функции, вот она как раз здесь в памяти, и если скопировать, то сейчас здесь внутри памяти и немножко отформатировать, то вот такое передается OpenCL функция, которая пытается скопировать. и вызывается метод CL-create-программ-виз-сорс, остается такой объект OpenCL-программ, и потом вызывается враппер над этой OpenCL-программ, и внутри этого CL вызывается эта функция, и вот здесь как раз и проверяется код, который возвращает эту функцию, и возникает вот этот exception, о котором я говорил. Но как дебажить то, что неправильно скомпилиться, либо понять, что в чем проблема? В Boost есть такой макрос, называется Boost Compute Debug Kernel Compilation, и если его задефинить, то в Output будет описание как раз сам код, то есть вот это все передается, и в чем именно ошибка этой компиляции. Также в Boost есть возможность это все закешировать, чтобы каждый раз не пытаться закомпилировать. то есть нужно задефинить вот этот Boost Compute и он создает специальный файл. В Linux это будет типа home.boost, в Windows это типа апдата, Boost Compute. Так как это все запускается на Linux, можно посмотреть, какое будет содержание этой папки, какие-то хэши, номер, версии. Но это все не важно, важно то, что в самом внутри этого файла. И вот как раз и есть содержание вот этого файла. то есть когда у нас включен вот этот Boost Compute и ее сапплайн кэш, он будет считывать этот файл и это ускорит вот эту компиляцию той лямбды, которую мы добавляем. Также есть такая особенность, если мы хотим, допустим, улучшить тот алгоритм и использовать какие-то перемены, которые у нас в C++ коде. Туда мы уже используем другой макрос, который называется Boost Compute Closure. И мы здесь указываем перемены, которые мы хотим захватить с кода, который не является в теле этого класса. То есть, например, мы вот эту констату выносим назад, это макрос, и ее указываем. Так же, так как это раппор от OpenCL объекта, есть и обратно совместимость. То есть, например, мы создали объект контекст, и этот контекст можно использовать в обычной OpenCL функции, оно все конвертируется, все работает и работает. Какие есть материалы по поводу этой библиотеки? первое, это доклад CoolLutz, надеюсь, я корректный произнос, ну и сам репозитор, и документация. также, когда, ну, если, например, нужно посмотреть там, перфоманс или память, память самой видеокарты, ну, в NVIDIA есть есть такая литра, NVIDIA NDSMII и здесь показывается насколько приложение использует, памяти, ну, оно показывает только один раз, можно добавить Watch, и можно вот здесь как раз и отследить сколько приложение использует память и насколько сама видеокарта загружена, ну, например, вот сейчас допустим, он сколько использует, он использует 63-мя-бета видеокарты. В принципе, это все. Может, кого-то есть вопросы? Есть вопросы. Первый вопрос, можно отмотать на самый первый слайд? Вот там, где там, где говорится, что там стоит GCC, который чего-то там с Intel'ом делается, вот можно узнать, какая нужна реально предварительная настройка. Вот стоит какая-то сферическая Ubuntu, на нее накатили GCC, на ней стоят драйверы MVT. Что еще надо с этим всем сделать? А, проводите слайд? Да. Ну, у меня были проблемы с настройкой драйверов. Вот, это с чем я столкнулся. И, ну, там еще есть такие всякие нюансы, все зависит от того, какой у тебя X-сервер стоит. Вот вот этот вот параллел алгоритм implemented by Intel, как это настраивается? Ты просто скачиваешь новой GDC и просто там, когда ты скажешь новой GDC, ты можешь посмотреть, в релиз notes написано, что используется Intel TBC и во время компиляции там, кажется, нужно добавить некоторые флаги. Так, это прямо не видно экран. Да, вот, короче, нужно было добавить вот такой вот флаг. Ага. А вот еще второй вопрос. Можно на третий слайд? Там, там, где сравнивается следующий, следующий, значит, метод, и еще следующий. Так, еще дальше. А о чем? Там, где три примера сравниваются. Вот, в чем разница между RAM и вот, вот здесь вот. В чем разница между sort RAM и sort GPO? Ну, мы здесь сортируем вектор, который хранится в оперативке. То есть, это мы уберем после обычной CD-вектор, а здесь вектор хранится в видеокарте. То есть, это просто два разных области памяти. И вот этой вот записи Boost Compute Vector достаточно, чтобы сразу создать вектор, хранящийся в видеокарте, и в нее скопировать вектор STL? Да. Ну, вот идет у нас STL, вот у нас STL вектор, и мы его просто берем и копируем как обычный, ну, типа, как STL вектор, только этот вектор хранится на видеокарте. Я понял, спасибо. Ну, то же самое и в этом примере тоже. Вектор, вот эти все точки, они хранятся на видеокарте и довольно значительный перформанс. последний вопрос. Правильно ли я понял, что вот то, что тело, вот функции, ну, допустим, там, где желтым выделено, boost compute function, то, что находится в фигурных скобках, оно оборачивается в стринг. да, то есть, вот как раз я сделал пример, то, что здесь написал всякую фигуру. Это каким-то define делается? Ну, если раскрыть декларацию этого макроса, то это, как раз, да, это берется, ну, ты можешь переменные макросы использовать как строку. Может, кого-то еще есть с вопросом? Я так понимаю, вопросов нет. Всем спасибо за внимание. Если есть какие-то, если будут какие-то вопросы, можете мне писать. Я отвечу. Я благодарна тебе за сегодняшнюю презентацию. Благодарю всех, кто к нам сказал. Я так розумею, все эти команды выполняются синхронно. То есть, асинхронных прикликов до GPU немало. Правильно? Да, ну, там есть только два асинхронных алгоритма, fill асинхрон и копия асинхрон. И там интерфейс такой же, как на future. Типа мы ставим объект future, потом делаем get. Но так как там крут два алгоритма, я это детально не рассматривал. дякую. Дякую.